Итак, друзья, сейчас хочу поговорить немного о руте, о том, как его получить, если это вообще возможно. Пока у меня аппарат как раз завершает восстановление бэкапа, который будет нести в себе уже новую прошивку с рутом и с всякими плюшками, я объясню, как это все делается. Аппарат этот у меня в видео уже был, вы уже ругались, какого хрена я всех уговариваю не ставить рут, если у меня на этом аппарате рут есть, и вот к чему это привело. Мне пришлось его опять прошивать, и я уже сам не рад этому. Но если все-таки кому-то нужен рут, сейчас объясню, как это делается. Ну, например, на примере этого самого телефона, если у вас такой аппарат, у вас хочется очень сильно получить на него рут, тогда что мы делаем? Сначала открываем новую вкладку в браузере, в поисковой строке набиваем название аппарат. У меня в частности это. Нажимаем Enter. Если тут 4PDA или какой-то форум сразу не всплыл, то можно дописать еще 4PDA. Но если мы приглядимся, мы видим, что вот здесь вот уже написано 4PDA. Соответственно, модель популярная, значит тут на нее все есть. Соответственно, находим либо слово прошивки, либо полезное. Ищем, как у нас получается рут. В частности, с этой моделью рут получить не так просто, проще прошить уже прошивочку с рутом. Ну, на самом деле, суть уже, я надеюсь, вы поняли. То есть, если вы хотите получить рут, вы сначала должны посовещаться, скажем так, с умными башками и понять, можно ли на этой модели получить рут, как его получить и все такое. Если модель с Android до 5-й версии, то, скорее всего, будет достаточно просто программки. Просто тут будет мужиками или тетками, извините, или девушками, или мальчиками и так далее обсуждаться, какую именно версию программы вам нужно. Ну, или, например, вот, наберем Samsung, да, G1. Что-то в голову такое всплыло, по-моему, такая модель есть. Теперь набиваем 4PDA. Прошивки. Ну, тоже на примере. И тут же ищем что-то, связанное с рутом. Вот инструкции чаще всего. Удаление рута есть. А, вот, рут. И, соответственно, читаем, как у нас получается рут. Открываем, все шьем. Если кто думает до сих пор, что я в этом полный ноль, у меня, напоминаю, если поискать по слову рут на канале, вот, у меня есть установка рута на разные модели. Поэтому хватит думать, что я в этом ни хрена не понимаю. Просто еще раз повторюсь. Начиная с шестого уже не очень нужен рут. Начиная с седьмого андроида рут, по-моему, вообще нафиг не нужен. На восьмом его получить тоже не так уж и просто. Так же, как на седьмом, нам местами даже еще сложнее. Поэтому лично мое мнение, что не стоит овчинкой выделки и не надо даже париться. Но если вам все-таки нужно, еще раз повторяю. Поисковая строка, название вашего аппарата, не только фирма, но модели. Если есть какие-то цифро-буквенные коды, потом их тоже можно вбить. Потом пробел 4PDA. Находите ветку со своим аппаратом, открываете. Находите там обсуждение именно, как можно поставить рут, и стоит ли, и нет ли смерти аппарата после этого, и нужно ли оно вам. Потому что некоторые программы, как люди говорят, требуют рут и так далее, а у них уже давно есть версии на седьмом андроиде, в частности, которые рут уже не требуют. Поэтому зачем именно так делать, я вот лично уже не понимаю. Поэтому если вы хотите получать рут, получайте. Получить это несложно, но если у вас модель популярная. Если у вас модель не популярная, и андроид до 5.1, тоже шанс велик. Так, великий и могучий поиск программы типа Kingroot. Ой, остальные не помню. Ладно, у меня это на сайте, кстати, тоже есть, если кто не в теме. У меня там тоже были инструкции по получению всякого такого нехорошего. В том числе и на форуме, если кто еще не был. Вот. Так что не стесняемся, поиском пользуемся. И если вы все-таки упертый человек, готовый делать рут, то не забываем, так же, как и я, запускать при первой же прошивке, если вам это удалось, ТВРП-шку. Запускать бэкап, чтобы в случае чего, вот так же, как и я, можно было восстановиться из этого бэкапа, если вы там договырялись до того, что аппарат сказал вам до свидос. И только сделав бэкап, можно химичить с рутом, потому что если вы угробите все, после этого прошьете, допустим, с компьютера и вдруг поймете, что у вас звонилка не работает, вы поймете, что вы просто стерли раздел NVRAM. И у вас просто пропали имей номера и телефон, ну просто как звонилка, не умеет звонить. Поэтому, если вы хотите рут, как это сделать, я вам объяснил, но еще раз предостерегаю, всегда делаем бэкапы. Все, я надеюсь, что теперь всем все понятно, надеюсь, что все научатся пользоваться поиском и поймут, что на 4ПД сидят не изверги, а люди. И если что-то у вас не получается, можно спросить, я там в частности тоже есть, и всегда вам люди помогут, ничего сложного не будет, особенно если вы не будете на людей ругаться. Ну, в общем, как-то так. Все, всем пока, удачи, чао. Я сейчас перезагружу систему и буду, блин, заново все настраивать. Пока. Надеюсь на подписку.